Здравствуйте! Сегодня у нас 14 ноября. Мне хочется вам сделать экстренное сообщение о том, что сегодня в 14 часов по Москве Павел Грудинин даст экстренное сообщение, какое-то выступит с речью. Это очень важно. Это очень важно, потому что этот человек, весь интернет об этом уже гудит, и везде написано, что это он реально выиграл выборы в 2018 году, но Путин его не подпустил к власти. Именно Павел Грудинин набрал больше всего голосов. За него голосовало большее число избирателей. И сегодня в 14.00 по Москве Павел Грудинин сделает какое-то очень важное сообщение. Будет трансляция в интернете, не пропустите. Я за историей совхоза Ленина и за самим Павлом Грудининым уже слежу в течение полгода. Кто же так у Павел Грудинин? Павел Грудинин председатель колхоза Ленина. Это колхоз Ленина. Так вот, он создал колхоз, в котором люди имеют социальную защиту, имеют достойную зарплату, имеют работу. Там есть садики бесплатные, там есть какие-то кружки, ну, как при социализме, обучение бесплатное. Ну, такой мини-социализм. И, естественно, это власти наши, которые только и знают, что воровать, и не собираются вообще ничто, не восстанавливать в стране, не строить ничего. В общем, они только разговаривают о том, что они что-то будут делать, хотя, на самом деле, они ничего не делают, только в течение 20 этих лет разворовывают страну. То есть, вот, сами подумайте, ну, какие вот достижения наша страна за эти 20 лет осуществила? Что? Вот, смотрите, недавно я смотрела по испанскому телевидению, ну, что, значит, американцы там с Европой, какие-то у них совместные, значит, эти планы по освоению Марса. То есть, они уже там запускают на Марс там спутники. Ну, запускают, я не знаю, как называется, я не ученый. Ну, то есть, пытаются освоить Марс. И где у нас Россия? России нет. России нет. Вот, больше всего вот это вот, меня так это задевает, что Россия всегда была впереди по космосу, а сейчас космос, все, что связано с космосом, просто похерено все, все разворовано, космодром разворован, значит, ракету последнюю, когда запускали, прямо в интернете показали, как она упала, ну, в общем, ужас, потому что все разворован. И вот, естественно, такие вот правители, которые, ну, ничего не делают для России, только воруют. Естественно, им Павел Грудинин поперек горла, потому что Павел Грудинин показывает, как может жить простой человек, если, если нормальное начальство, если нормальное правительство было бы у власти, нормальное правительство, то есть того количества природных ископаемых, там, нефти, газа, достаточно было бы, чтобы, ну, содержать страну в достойном виде, но страна же у нас просто разваливается. И люди какие-то сидят у нас в розовых очках, строчат мне какие-то странные комментарии о том, что я, значит, уехала в Испанию жить, потому что невозможно стало жить в России, ну, невозможно, я там впроголодь жила, я там работала за кусок хлеба, поэтому и уехала. Вот. И они мне начинают писать, ну, что, что ты хорошо живешь, значит, в Испании, ну, ты же потеряла родину. Знаете, я родину потеряла в 91-м году, когда кончился Советский Союз. Если я бы хотела куда вернуться, так я бы хотела вернуться в Советский Союз. И поэтому вот я вам говорю, что Грудинин, вот Грудинин, это тот человек, на самом деле, за которого надо голосовать, чтобы он будет президентом. Это тот человек, который выведет страну из кризиса. И вот сегодня будет у него экстренное какое-то сообщение, пожалуйста, не пропустите. И вот еще раз повторяю, что по всем данным, вообще Грудинин выиграл выборы. А то, что пришел обратно, вернулся Путин, это все фальсификации. Все фальсификации. Вы же видели, что вот эти вот выборы, которые летом прошли в Думу, да, ведь они были? Они были полностью в связи, ну, полностью были, нет, они справедливые, фальшивые выборы. То есть людей, за которых на самом деле люди проголосовали, их просто не допустили к выборам. Это даже об этом испанская пресса писала, испанское телевидение показало об этом, потому что это просто невероятно. Судов у нас нет. Вот сейчас Павел Грудинин, он проходит суды, у него пытаются отобрать этот совхоз Минилинина, который он создал с нуля и использует при этом его бывшую жену, которая корыстная тварь, просто никак не назовешь, которая полностью, значит, продалась, видимо, за деньги. Она идет на поводу, значит, вот власти. Уже замечена она была в обществе Собчак, которая тоже, как вы знаете, подстилка, которая как бы дует только в сторону за деньги власти. Вообще неприятная мадам. И понятно, что показали даже по первому телевидению, по-моему, пусть говорят, я так поняла, что пусть говорят, показывали эту жену, которая там засветилась уже с Собчак. Ну, то есть там все повязано, понимаете, и все, что вот это вот, какая грязь льется на Грудинина, это вот вообще все ложь, это все специально, чтобы его дискредитировать, чтобы люди поверили в том, что он какой-то олигарх, что у него какие-то есть счета за границей. Вообще самое смешное, у половины правительства есть счета за границей, есть гражданство в разных странах, их почему-то не привлекают, а у Грудинина был какой-то счет за границей, единственный там, на котором бы и денег-то никаких не было, но его, значит, за это, значит, не допустили. Не допустили. Помните, вот случилось этот физик Алферов, да, ведь умер, и один мандат он мог бы, ну, в общем, коммунистическая партия могла бы подверить, вот как раз дать Грудинину, но, значит, Единая Россия, она же не дала, это ни за что не пустила Грудинина, потому что Грудинин на самом деле представляет огромную опасность для власти, вот для этой Единой России, которую сейчас костерят по всем, в общем, по всем каналам, как только ее не обзывают, эту Едину Россию. И даже мне вот это понравилось, один комментарий, вот про эту жену Грудинина, что, говорит, самый главный враг у нас Родины, это и есть эта тварь Грудинина, это Ирина Грудинина, которая ради своей корысти, ради своей какой-то выгоды, ради трусости, может, ей, конечно, ее там и запугали, может, там, ну да, при том, что она не бедный человек, у нее машины есть, у нее есть какая-то квартира, у нее счета в банках тоже есть, но вот это все, конечно, заговор против Грудинина, абсолютный заговор. Еще вам одну вещь скажу, что я все время распространяла эту информацию в ВКонтакте и в Одноклассниках, и мне начали поступать угрозы, представляете, начали поступать угрозы, пишут всякие гадости, мне пишут, что я ничего не понимаю, что я тупая, что я там за Грудинина, что он там вор, и всякое говно, я вообще не понимаю, как может быть человеком вором, если у него работники все хорошо живут, если обеспечиваются жильем работники бесплатно, как в советское время, если дети ходят в садик бесплатно, если, значит, школы бесплатные, кружки, там даже с окрестности приезжают люди, чтобы вот попасть в парк, там, значит, парк есть для детей сделанный, ну, типа Диснейленда, ну, вот только у них у Грудинина, и это, представляете, оно все тоже бесплатно, тоже бесплатно для детей, и просто там как бы уже ограничили вход, потому что с округи люди пытаются туда попасть, и вот так вот это больно и обидно, что вот это наша власть, она собирается, они сами прекрасно все живут, значит, за границей действуют, и вот даже такой, как сказать, уголок, где люди имеют достойную жизнь, они тоже хотят его разворовать, разграбить, они хотят эти земли пустить под строительство каких-то там многоэтажек, коттеджей, ну, чтобы, как сказать, опять зарабатывать и зарабатывать миллионы. Нашему правительству нет дела ни для будущего поколения, ни до самих людей, ни до кого нет дела, они временщики, ихняя забота только как можно награбить и быстренько всем сбежать за границу. Я вам честно скажу, я вот живу в Испании, и мы уже здесь так много наслышались о том, что везде у них здесь виллы, квартиры, почти у всего вот этого правительства нашего воровского, у них здесь есть недвижимость, есть недвижимость, ну, слухи ходят на рукогроса, там, русские все скупают, везде скупают, ну, обыкновенный простой человек, работяга, он же не сможет такие виллы за миллион евро скупать. Понятно, что это скупают вот эти люди, которые гребут с бюджета, как сейчас модно говорить, пилят бюджет, да, как-то вот так сейчас говорят об этом. Ну, я просто за Павла Грудинина и очень обидно за людей, вообще страшно все это слушать, и поэтому я вот еще раз вам говорю, сегодня в 14.00 Павел Грудинин сделает это заявление и в общем, очень грустно, очень грустно, все, что происходит, очень страшно, как все говорят, и как Бондаренко говорит, и как говорит Навальный, что виноваты всем только мы с вами, потому что сидим и молчим, вот поэтому все это происходит. До свидания. до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok